В Татарстане прошел конкурс Чувашского народного творчества о том, как принимали соседи-исполнители из нашей республики, смотрите далее. Конкурс Чувашской народной песни «Ойвашкель» был организован в первый раз. Его инициатором стала преподаватель искусств Чувашского государственного университета Августина Уляндина. Посвящен он был местному фольклору, народному творчеству, культуре, быту и этнографии. Множество сказок, песен, притч, прибауток – все это память о певце и поэте Чувашской земли Якове Задорове. Именно в честь него и был проведен конкурс. Он завещал потомкам хранить и беречь его творчество. При жизни автора было собрано немало сборников о жизни и истории деревни Ивашкина. Первая книга датируется 1932 годом. Мы очень дружим с республикой Татарстан. В городе Казани существует Чувашский центр культуры имени Петра Хузангая, руководителем которого является Сергей Петрович Степченко. Очень продвинутый, любящий искусство, свою нацию, свой язык, очень деятельный человек, который действительно хочет сохранить все наши чувашские традиции. И он мне говорит, откуда у вас этот сборник? Я говорю, вот так мы занимаемся с этими сборниками. Так это же мой дядя, это моя родня. Он говорит, именно перед смертью сказал, пожалуйста, сохраните мои песни, сохраните мои стихи. Пусть они звучат, пусть чувашские песни звучат на мировом уровне. Вот откуда пошла мысль, вот откуда возникла идея. И поэтому случайностей жизни не бывает. Я думаю, Яков Задоров там сверху смотрит на нас и радуется. Все-таки его мечта, я думаю, исполнилась. Первое место досталось музыкальному коллективу «Теведь» из Новочебоксарска. Всего в конкурсе приняло участие около 200 человек. Гости и участники приезжали из разных уголков Чувашской республики и не только. Комсомольского и Альметьевского районов, Новочебоксарска, Буинска, Ульяновска. По словам организаторов, конкурс прошел на высшем уровне. А жюри достойно оценила всех участников фестиваля. Хозяева оказали радушный прием и в следующем году ждут всех снова. Анастасия Масляева, Андрей Спиридонов, Республика.